Образование — та штука, которая помогает адаптироваться к изменениям. Если мозг сломался, но тебе ок, и ты готов его выровнять, доломать, переломать, перестроить, тоже ок. Не стоит ни в коем случае вот этими золотыми приисками условного счастливого IT себя мучить. Но говорят, в Москве и курьер может зарабатывать 200 тысяч рублей, поэтому даже не знаю, где тут золотые горы. И это не декларация такая красивая, которая где-то там написана, это реальность, в которой мы живем. Всем привет. В эфире подкаст «Айтишниками не рождаются» и его ведущий Беслан Курашов. Сегодня у меня в гостях Женя Лебедев, маркетинговый директор Яндекс.Практикума. Привет. Привет, Женя. И сегодня мы с Женей поговорим не только о его пути, как конкретно он попал в IT, но еще и поговорим в целом о том, как попадаю сейчас в IT. С Женей интересно об этом поговорить, потому что он работает непосредственно в образовании и им занимается. Женя, давай начнем с того, кем ты хотел стать, когда вырастешь. У меня, как ни странно, очень четкий ответ. Я как-то с детства всегда понимал, что я хочу работать с деньгами. И вот именно так у меня эта мечта формулировалась и как-то для меня вербализовалась. Вот я такой, блин, надо что-то с деньгами. Я такой, хочу банкиром быть. Банкиры очень были модные люди, мне кажется, в начале 2000-х. И все ими хотели стать. У меня была любимая настольная игра «Менеджер», да, вот эта вот русифицированная монополия, когда монополия еще не было, а кто-то деньги уже зарабатывал на этом менеджере. И там были деньги вот эти бумажные. Я такой, о, деньги, класс, но это что-то хорошее. Очень нужно работать с деньгами. Ну и вот такая мечта была. Ну и плюс у меня сестра там пошла учиться тоже на финансиста, что-то там в банках, короче. И я как-то на нее смотрел и такой, блин, наверное, это классно. Тоже так хочу. Я был маленький, мне было 12 лет, а у нее была работа, на работе были ноутбуки. И она приносила ноутбуку, и я такой, о, точно хочу, вот там что-то хорошее где-то живет. Поэтому у меня вот такая мечта была. Как ты ее воплощал? Вот ты заканчивал школу и поступил в универ. Да, ну как бы у меня все очень чозненько. Я поступал на финансового менеджера, ну точнее, как я поступил в питерский государственный экономический вуз. Там первые два года ты просто учишь общие дисциплины экономические, там математику, эконометрику. Потом выбираешь специализацию, я пошел на пути от международных экономических отношений финансового кредита и должен был стать финансовым менеджером. В целом, вот у меня ровно такая мечта была. И работать я начинал, на самом деле, в инвестиционном рынке. Я там на четвертом курсе забил на учебу, потому что пошел работать. Работать я пошел в инвестиционную компанию, которая занималась тем, что покупала акции, облигации. Для меня это тоже были такие слова, связанные с деньгами и финансами. Ну, примерно так я все это тогда представлял. Единственное, я занялся не то, чтобы там прям финансовой аналитикой, а, как оказалось, привлечением, то есть маркетингом. Ну, стажер мне в целом как бы все, что было круче, чем перекладывание бумажек, для меня уже звучало хорошо, потому что я знал, что мои однокурсники шли куда-то, даже в банк, и им говорили, ну, смотри, вот ксерокс в том углу, бумажки в этом. Давай, ты знаешь, что делать, побежал. И я, конечно, такой, ох, а я буду типа реальным делом заниматься, там что-то, статьи какие-то про инвестиции писать, разбираться в этом всем. И так, это была маленькая компания, там буквально человек 30 работало, у них красивый офис, там основатель такой очень бодрый, классный, ну, для меня тогда дяденька, да, но сейчас просто классный человек, который очень много времени тратил на то, чтобы рассказывать про то, что такое инвестиции, подход у них классный. Вот, собственно, я поэтому там остался и какое-то время работал вот именно в мире финансов. Так, а расскажи, что ты там вообще делал? Ну, вот как потом выяснилось, я тогда этого не знал, но как выяснилось, я занимался маркетингом. Почему я не знал? Потому что я учился на финансиста, у меня был ровно полгода курс маркетинга, по которому был даже не экзамен, а зачет. И это единственный зачет, который я не сдал, потому что я тупо не пришел, проспал, и вообще я редко ходил, и меня как-то очень невзлюбила преподавательница, и реально единственный зачет, который я не сдал за все годы своего красного диплома, был по маркетингу. Прикольно. Ну, маркетинг там был что-то типа, конечно, маркетинг – это наука о том, как сбывать товары. Вот такая... Это советская политэкономия, и преподаватель был такой же, вот, политэкономический, что бы это ни значило. И, к сожалению, я тогда даже не понимал, что такое современный, уж тем более цифровой маркетинг. Что такое имейл-рассылки, что такое ЦРМ, как работает контент-маркетинг, что такое веб-аналитика. Это все просто на ходу, на самом деле, появлялось, изобреталось, и я это постигал на практике. Мне говорили, ну, там, смотри, нам нужно, чтобы люди в России знали, что такое паевые инициационные фонды. Я такой, ну, так, ну, чтобы они узнали, надо написать про эту статью, давайте напишем. Или запилим ролик, или еще что-то сделать, и... А тогда ролики – это еще как бы там... Это какой год? 2010-й, наверное, только, да? То есть еще не было такого, что в Ютубе миллионы пользователей, что все ходят в интернет. Интернет только появлялся и проникал там в жизнь каждого. Так же, как, впрочем, там и инвестиции. Тогда, на самом деле, не было. Этот рынок взлетел там чуть попозже. И так я попал, собственно, в мир маркетинга, и, на самом деле, остался скорее в маркетинге, нежели в финансах. Я понял, что это классно, что это очень близко к бизнесу, очень близко к деньгам, потому что задача хорошего маркетолога – помогать бизнесу зарабатывать деньги в устойчивой форме, назовем это так, не срубить бабла, а в долгосроке помогать бизнесу оставаться устойчивым, расти, развиваться, нанося ценность людям. Ну, нормальный бизнес, каждый нормальный бизнес наносит людям ценность какую-то. Так, слушай, прикол. То есть ты занимался этим, но этого еще не знал. А как вот ты подходил к решению? Ну, то есть тебя попросили, вот тебе широко, высокоуровнево сформулировали задачу. Буквально, как ты разбирался? Ты открыл Яндекс или Гугл, написал туда, как донести до всех что-то там или что? Ну, скорее, так как речь шла именно про цифровой маркетинг, большинство активностей на самом деле было в цифре, то это тот мир, в котором я был уже какое-то время, потому что, наверное, вот мне там 30 с лишним лет, и наше поколение первое, которое такое очень осознанно жило уже вместе с цифровыми технологиями, с поиском, с имейлом, там, не знаю, с социальными сетями. Я помню, что когда появился ВКонтакте, я был там реально 1305-й пользователем, никто не знал тогда, что это такое, ну, по универам ходил Паша Дуров, который разыгрывал среди тех, кто зарегался, айподы. И так как ты в этом растешь, для тебя это такая супернормальная среда, которую ты просто коммуницируешь. А маркетинг во многом про коммуникации, то есть где найти людей, которым ты расскажешь, что вот есть такой классный продукт, который решит какие-то их задачи. И поэтому для меня там вопросы имейла, контента, каких-то порталов, на которых обсуждали, я не знаю, инвестиции или что-то еще, он был типа суперпонятный, я в этом рос, для меня это не является чем-то таким, что нужно в учебниках изучать. Просто это было понятно. Ну, а дальше ты уже постепенно на практике осваиваешь инструменты. Там только-только появлялся Яндекс.Директ. Еще далеко не все понимали, что это вообще такое, и почему нужно платить за клик. И там я помню долгие споры с руководителем, который говорил, типа, давайте делать контекстную рекламу так, чтобы по ней никто не кликал. Они же видят объявление и не кликают. Типа, офигенно, мы не платим. Типа, понимаешь, мы обманули систему. Думал он. И я говорю, не, оно не так работает. Это никто не замечает. Там вот куча исследований, где изучается, куда и как смотрит человек. На тепловой карте видно, что на самом деле он именно кликает, даже не глядя, что должны быть слова выделены жирным. И вот в этот момент ты как бы в это погружаешься, споришь, объясняешь, как оно работает, рисуешь в Excel-ке какую-то модель экономическую, что нам надо вложить, не знаю, 100 тысяч рублей, мы привлечем столько-то пользователей, они там вложат эти деньги в инвестиции, ну и так далее. То есть вот прям реально на таких примерах все это осваивалось через споры, через какой-то инструментарий, который на ходу прям было необходимо осваивать, там, какие-то рассылщики. Писем я помню до сих пор, когда я там пришлось изучить HTML и CSS, просто чтобы отправлять нормальные письма. Я люблю рассказывать то, что вот я сделал шаблон, прям сверстал Dreamweaver, такой был раньше инструменты, допуски. Ушел с колы, свело, помню так. Да, да, и вот я в нем сверстал шаблон, который эта компания до сих пор использует при отправке писем. Уже, мне кажется, 10 поколений инструментов изменилось, стандартов, подходов, коммуникации, а там все как есть, так и есть. Островок стабильности. Я подписан на эту рассылку, мне греет душу, там, каждую неделю мне присылают там информационный дайджест, там, 1650 какой-то, то есть 1650 недель ребята отправляют эти письма, и я все еще вижу свой шаблон. Так я думаю, ну, нормально, нахи, хороший, на века сделал. Красиво, слушай, прикол. То есть, короче, смотри, мой вопрос, по сути, был в том, как учиться, когда ты, ну, не изучал это в универе. На практике, вот реально через статьи в интернете, через чей-то опыт, то есть я прямо искал людей, которые там писали, что они знают, что такое, там, не знаю, контекстная реклама, и просил их там созвониться на полчаса что-то обсудить. Буквально так, мне кажется. Я помню, в те годы как раз там, не знаю, только появлялся инфостиль, да, в тексте, там был Максим Ильяхов, и мы всем офисом смотрели его видео, и потом ему написали, у меня была волонтерская такая деятельность, когда он по выходным помогал каким-то компаниям полностью переписать про себя текст. Вот я сказал, типа, Максим, привет, мы вот такая маленькая питерская компания, у нас вот такая сложная тема, и вот такой отвратительный сайт, помоги. И он помог, что-то там переписал, мы, конечно, ничего не внедрили, как полагается, потому что руководство, у него другие взгляды на тексты, на что-то еще. Вот, ну, вот примерно так ты и учился, ты смотрел, что делают другие люди, ты оставлял себе в голове какие-то референсы, ты читал статьи, ну, и в конце концов, ты просто пробовал и получал быструю обратную связь, работает оно вообще или нет, получается оно или нет. Помню, тогда как раз впервые столкнулся с миром обучения программированию, да, Codecademy, 2011 или 2012 год, он тогда только появлялся в Штатах, и ты такой написал какой-то код в этом тренажере 2012 года, да, образца там все на английском, и такой, о, оно работает, типа, вау, я понимаю, что такое CSS, и это даже еще далеко не программирование, но уже немножко такого вау-эффекта задавало, и круто, что этому всему можно было научиться просто там методом проб и ошибок, туториалами какими-то, статьями, сервисами, которых вот потихоньку они тогда зарождались, это вот годы зарождения теха, на мой взгляд. А Ирехов, если я сейчас не ошибаюсь, он сейчас ведет ваше медиа? Ну, он главред, да, в журнале Code. Круто. Ты приложил к этому руку? Да, обязательно. Там оказалось, что, Максим, очень интересна вообще тема программирования, и это тот случай, когда мы обучаем программированию, Максиму это интересно, и мы просто поняли, что вау, надо делать что-то клевое с точки зрения такой, евангелизация того, что программирование может многим в жизни помочь, неважно, даже если ты не программист, самомышление такое чуть более алгоритмическое, или решение каких-то своих базовых там офисно-менеджерских задач, назовем это так, это реально тебе может быть интересно и может помочь. Потому что многие люди просто не понимают, что это такое, они думают, что это что-то сложное, это для избранных, это не для меня. И там моя задача маркетинговая во многом объяснять людям, что, чуваки, попробуйте вначале, а уже потом решите, правда это для вас или не для вас, но попробуйте, чтобы не было, как вот это, не смотрел, но осуждаю. Ну да, да, я согласен, что иногда, конечно, люди думают слишком строго о себе от применения к программированию, абсолютно согласен. Так, ты, значит, на практике учился в этой инвестиционной компании, разбирался, и что было дальше? Ну, и так как я погрузился в какие-то инструменты, там, чисто маркетинга, там, той же контекстной рекламы, осознал в какой-то момент, что, оказывается, опаньки, я там маркетолог в целом, да, я занимаюсь маркетингом, пошел искать себе работу в маркетинге, попал в Яндекс, видимо, сразил их тем, что я в Excel нарисовал табличку, как правильно оценивать доходность от рекламы, мне понравилось, попал в, по сути, внутреннее агентство Яндекса, которое занимается настройкой рекламы для московских и питерских клиентов, и начал там вот с самой такой базовой единицы, по сути, медиапланер-аналитик, да, задача которого, собственно, настраивать рекламу, ее анализировать, ну и дальше там потихоньку как-то работал, работал, дошел до того, что уже руководил службой, где было 30 таких медиапланеров-аналитиков, я понял, что норм, классно, маркетинг мое, результат клиентам приносим, но когда ты работаешь на стороне агентства, даже если оно такое внутри корпорации, у тебя ноль обратной связи, ты почти никогда не знаешь, а ты реально помог вообще клиенту или не помог? Очень скупо клиенты рассказывают, часто, наверное, думают, что ты плохо работаешь, как агентство, да, соответственно, практически нет никакой аналитики, никаких цифр, и тогда я понял, что все, надо идти дальше, надо идти на сторону клиента, и надо на себя брать гораздо больше ответственности, чем умение делать красивый отчет и там условно правильную по стандартам и шаблонам рекламную кампанию, ну и пошел дальше, вот как раз уже попав в тех на самом деле. Ну а давай немножко на Яндексе остановимся, как вообще, страшно ли было собеседоваться в Яндекс? Давай поговорим немножко такое, как ты себя ощущал? Яндекс большая корпорация, ну даже тогда, какой это был год, кстати? Это был конец 13-го года, еще тогда не была прям огромная корпорация, это была компания, которая недавно вышла на IPO, она была молодая, модная, молодежная, ну, наверное, нет, совсем не страшно, ты просто приходишь, говоришь, чуваки, я умею делать это, тебе говорят, да, прикольно. То есть, что меня тогда запомнилось, то, что там впервые, да, я, наверное, столкнулся с онлайн-собеседованием, там рекрутер был по Скайпу, я такой, о, Скайп, типа, прикольно. Несмотря на то, что я живу в Питере, то есть не самый последний город, да, но при этом там все больше такого оффлайна, надо куда-то приехать, там, с кем-то увидеться обязательно, и потом собеседование тоже там, так как вся команда была московская, то я тоже общался по видеосвязи с телевизором, вот это я запомнил ощущение, это было прикольно, потому что ты такой, типа, о, технология, интересно, и в 13-м году, то есть сейчас все в Зуме как бы живут практически, а тогда это было что-то новое и такое достаточно необычное, и работа у меня была удаленная, то есть я там первый год работал из дома, что в 14-м году тоже еще не было особо стандартом, в отличие от сейчас. Сейчас удаленная работа даже в Яндексе, а тогда это было, типа, ну, скорее исключение. Поэтому страшно не было, было интересно, было интересно себя попробовать в этом, в принципе, было интересно то, что это вроде как какая-то неплохая компания, Яндекс, хотя какого-то особенного пиетета в тот момент у меня к Яндексу скорее не было. А расскажи, как расти внутри Яндекса. Ты попал на линейную позицию, и мы же с тобой работали в соседних командах, и я же помню, ты руководил большой какой-то группой, да. Как этот переход случился? Есть у меня пара советов в загашнике. Давай. Ну, наверное, вот опять же, как про маркетинг, про клиентский сервис, очень частое выражение есть, что надо сделать для клиента чуть больше, чем он ожидает. Вот мне кажется, на работе нужно делать тоже чуть больше, чем от тебя ожидают. Ну, то есть, в частности, причем мне это было всегда прям очень легко и по кайфу, потому что, не знаю, я люблю там какие-то штуки автоматизировать. Я очень не люблю много ручного труда такого, когда ты сидишь и делаешь долго одно и то же. Я не люблю, когда долго что-то не меняется, и при этом это что-то приносит плохой результат. То есть, я всегда приходил с какими-то изменениями. Помню, опять же, сделал в Excel табличку, что, ребят, смотрите, вот благодаря этому инструменту ключевые слова в Директ загоняет в три раза быстрее условно. И мне такие, о, прикольно, типа, мы об этом не думали. Я говорю, ну, окей, пользуйтесь. Я для себя сделал, но вы просто пользуйтесь, потому что... А почему нет, собственно? Ну, да. Да, и вот потихонечку в этом смысле начал прорастать. Было видно, что есть инициатива, плюс какая-то автоматизация. Ну, и плюс я мыслал категории не вот своей зоны ответственности, мол, я поработал там до семи вечера, можно расслабиться и больше ни о чем не думать, а в формате подсветки, да, каких-то зон, над которыми можно работать там в команде, например, или там в группе, или в службе. И, видимо, это как-то было позитивно воспринято и в целом воспринимается хорошо. Я сейчас, как руководитель, да, у которого, наверное, там, не знаю, сотни людей, а может и больше, я уже перестал считать, сколько их в каком-то, да, там, подчинении, хотя слово подчинение тоже очень плохое, я тоже бы воспринимал это как очень положительные факторы, когда человеку, а, не все равно, у него есть такая продуктивная инициативность. Есть деструктивная, когда просто человек приходит и говорит, здесь не то, здесь не так, но это, в общем. А есть продуктивная, когда, смотри, здесь не то, вот такие варианты, если это порешать, если хочешь, я знаю, как это сделать, если нет, да, я не вижу какой-то цельной картинки, ты тоже скажи, это тоже будет нормально. И ты постепенно вот вокруг себя выстраиваешь таких людей, которым мне все равно, которые проявляют инициативу, которые тащат и свою зону ответственности, и чуть-чуть сверху тебе дают, это всегда очень классно. Так же, как в клиентском сервисе, да, тебе продали телефон и в подарок положили шоколадку, и ты такой, о, а больше так никто не делал, люди заботятся обо мне. Понял. А как тебе с тем, ну, смотри, ты был человеком, который работал сам, а стал человеком, который работает, суть работы которого, чтобы работал процесс, работали другие люди. Как тебе было с тем, что ты не работаешь больше сам? На самом деле тяжело, и до сих пор я от этого не отошел. Я все еще стараюсь много работать сам. Ну, как много? Сейчас много, это типа 10% времени я выделяю на то, чтобы держать шашку в руке, махать ее и стараться что-то продуктивное привносить, просто для двух вещей. Первое, чтобы не закостеневать, потому что, например, маркетинг супердинамичная отрасль, где все меняется, и будет очень глупо быть маркетологом, который, не, ТикТоки ваши, это все фигня, это для детей, это несерьезно. Нет, то есть нужно самому залазить во все тренды, во все, что происходит, потому что, на самом деле, с точки зрения эффективности того же маркетинга, тебе важно видеть новые каналы до того, как они станут суперпопулярными, потому что экономика устроена таким образом. Когда канал становится популярным, конкурировать в нем, можно только за счет экономики бизнеса. Если твой бизнес высокомаржинальный, ты в этом канале можешь тратить больше, как следствие, получая больше аудитории. Но, да, есть, соответственно, способы, как опережать даже высокомаржинальных конкурентов, быть быстрее, приходить в новые каналы, экспериментировать, что-то пробовать. У меня есть там суперклассный кейс, как мне кажется, с нашим совместным подкастом с Либо-Либо, запуск завтра. Никто так, да, вот когда мы его там начинали, когда ребята начинали его делать, на самом деле, а мы к ним примазались сбоку, подкасты еще не были популярны. Они только-только набирали волну, но уже было более-менее понятно, что это надо делать. Хотя никаких там особенных экономических обоснований, таблички в Excel, где посчитан ROI, у нас не было. Но мы поверили, во-первых, в то, что есть классные люди, которые будут делать очень крутой контент, поверили в них, и такие, ну, давайте пробовать. Получилось очень круто, до сих пор считаю вообще самой большой удачей такой суперклассный подкаст. То же самое там с журналом. Мы не хотели сделать там Тинькофф журнал номер два, очень плохое целеполагание. Мы хотели делать крутой контент для тех, кому интересно программирование. Вот первые шаги, очень базовые шаги. Это уже есть, да. А что-то нужно было очень простое для людей, которые могут в безопасной среде задать вопрос, там, не знаю, почему в JavaScript вот так что-то работает, и их не пошлют куда-то в учебник, который им нужно прочитать. И это тоже что-то новое для нас тогда было. И даже, да, благодаря нам, я во многом считаю, появились ребята Палиндром, которые теперь делают такие медиа для многих других компаний. А мы с ними это тоже вместе начинали делать. Они были первыми. Опять же, мы им поверили, они нам поверили, мы начали это делать. Что-то получается классно, и благодаря этому ты просто быстрее и дешевле делаешь, чем, там, твои конкуренты. Классный пример, не знаю, у Skyeng, которые сделали суперкрутой YouTube-канал. Никто не смог больше сделать такой YouTube-канал. А они сделали тогда, когда еще, опять же, на YouTube мало кто обращал внимание, тогда они начали его делать. Сейчас у них полтора миллиона там подписчиков. И сейчас очень легко обосновать, почему нужен YouTube-канал. Но проблема, сейчас делать его очень сложно и дорого. Надо было раньше шевелиться. И поэтому очень важно вот все время держать руку на пульсе, самому смотреть на все рекламные каналы, самому в них впиливаться, изучать, как они вообще устроены и работают. А как, ну, вот про новые каналы? Ты как человек, который занимается маркетингом, сколько, какую долю ресурсов есть смысл пулять? Ну, просто ради интереса. Ну, мне кажется, вот на эксперименты 10-15 процентов, в зависимости, опять же, наверное, стадии развития компании, чем ты взрослее, чем больше у тебя уже системно работающих каналов, тем больше доля должна быть твоих экспериментов, но тебе и проще их позволить, да, потому что ты уже большой, там, доля в 10 процентов в абсолютных числах может быть достаточно большой, чтобы вообще, не знаю, все новое сразу пробовать, сразу проверять. Ну, кроме рекламы в Телеграме, где там сразу ценник 200 тысяч евро. Да-да, там же какой-то тики, я помню, да. Окей, вот ты поработал в Яндексе, и ты перешел в Эттех, расскажи, куда, что ты делал? Я ушел в Нотологию Групп, там есть и было тогда два бренда, это Нотология и Фоксфорд, и я стал отвечать за маркетинг Фоксфорд, это такой детский Эттех, наверное, ну, самый большой в России сейчас, и тогда, ну, тогда размер всего рынка был микроскопический, сейчас рынок большой, круто, что Фоксфорд одна из компаний, которая вообще началась в 2009 году, да, то есть Эттех в России появился в 2009 году, вот Фоксфорд были одними из первых ребят, которые появились. А Фоксфорд, это чисто внутренний стартап Нотологии, или они их купили? Они объединились в какой-то момент, то есть Максим Спиридонов, который сделал Нотологию, объединился там с Лешей Плейнхеном, который сделал Фоксфорд, им так было проще привлекать инвестиции, в принципе, стратегически понятный ход, появилась новая компания Нотология Групп, в которой уже потом прорастали какие-то новые стартапики. И вот я пришел отвечать за Фоксфорд, почему? Потому что в канале, да, там, в Директе, в веб-аналитике все было понятно, но есть, соответственно, фрейм Яндекса, то есть внутри Яндекса тебе сложно заниматься Гуглом по понятным причинам, ты агентство Яндекса. Очень хотелось как бы экспертизу расширять, и плюс, конечно, дико не хватало вот этой обратной связи, когда ты что-то можешь, не знаю, месяцами делать какие-то проекты для клиентов, они тебе кивают головой, говорят спасибо, отсчет красивый, и все. И у тебя метрики чисто производственные, то есть ты просто чувствуешь себя на заводе, на конвейере, где твоя задача быстро клепать какие-то рекламные компании, быстро клепать какие-то отчеты. Нет этой очень заряжающей, мотивирующей обратной связи, когда ты видишь, что ты что-то сделал, и бизнес подрос, да, и вы достигли каких-то целей, опять же, в мире бизнеса, которые неизбежно сказываются там на мире команды, и на каких-то очень таких физических выражениях, типа бизнес вырос, но офис там, все радуются, да, вот такой обратной связи ее просто не было. Поэтому листал в Фейсбук, увидел пост Максима, написал, типа, здрасте, давай дружить, вот, и попал в Фоксфорд, где проработал тоже несколько лет, в общем-то, ну, отчасти назареет тех, да, потому что действительно тогда тех был совсем маленький, и там появлялся только, там уже был Geekbrains тогда, да, но только появлялся еще, Skillbox был только в проекте, многие другие компании, которые сейчас там есть в теховских рейтингах, тогда они еще даже в проекте-то не были, в общем. И коллеги, да, вот я помню, основатель Skill Factory, Сашу Туризм, вот я приходил на его место, он тогда отвечал за маркетинг Фоксфорда, и уходя, он как раз уходил там в свой проект, который он успешно сделал, и они уже продали Мэйлу, и очень прикольно, что, в общем-то, Нотология группа стала для многих от техов такой колыбелью во многом. Слушай, да, прикольно. Я понимаю, о чем ты говоришь, заря от тех, я помню, когда Нотология только появлялась, первые лендосы их, тогда, может, солнца такого еще не было. Да-да-да. И как-то тоже, знаешь, ну, вот есть две штуки, которые я в своей голове как-то отпустил, и как будто бы не верил в них. Это криптовалюты и это тех. Вот я про обе них на старте думал, да ну, что это такое вообще? Что это вообще? Оказывается, нет, оказывается, тема рабочая. Да, да, это правда. И вот, ну, опять же, я помню, в 16-м году, там сразу я первое, что я делал, пошел какие-то, поспрашивал людей, как они вообще относятся к онлайн-обучению. Спрашиваешь у 10 человек, тебе двое скажут, ну, в целом можно. Не то, что оффлайн, конечно, но в целом можно. Сейчас ситуация кардинальная обратная, сейчас тебе двое скажут, точно нет, пятеро скажут, ну, для каждого обучения там могут быть свои форматы, да, и в целом онлайн принят, а там 2-3 человека уже скажут только онлайн, потому что ехать по Москве в снегопад в 10 баллов на другой конец города ради того, чтобы чему-то научиться, нет, спасибо. Можно я из дома, пожалуйста. Да, слушай, еще хотел спросить, как будто чуть упустили, смотри, ты работал в Яндексе, как ты попал в Яндекс, я понял, ты пришел и сказал, чувак, я умею, вот контекст, они такие, ну, давай делай, я, в общем-то, так же туда же и попал на соседнюю позицию, ты понял. Да, все, все, честный способ попадания в Яндекс. Вот, но смотри, вот ты вырос в Яндексе, тоже понятно, как ты совершил переход, потому что давай я попробую поставить себя на место человека, который тебя собеседует. Мне говорят, без слова придет Женя, Женя в Яндексе много лет проработал, возглавлял там целую группу, вот, и хочет весь наш маркетинг делать. Я такой, так, а что еще у него есть, кроме опыта? Ну, вот он в агентстве работал, ой, не в агентстве, в инвестиционной компании, ну и все, я скажу так, а откуда он будет знать про другие виды маркетинга? Откуда он будет знать что-то, кроме контекста? Как ты с этим справлялся? Что ты рассказывал им? Ну, я говорил, как есть, то есть я в целом довольно хорошо разбирался в контент-маркетинге, мне кажется, это важно, у меня, мы там книги целые писали, там рассылки делали, и прям в цифровых результатах можно посчитать, сколько это вообще приносило. Ну, в Яндексе сильная сторона перформанс, сильная сторона аналитика. И в целом этого хватило, потому что для понимания, да, опять же, масштабов рынка, там, в отделе маркетинга было там три человека. Ну, как бы, моя задача была его, в общем-то, построить, при этом, безусловно, я полностью отдаю себе отчет в том, что я учился за счет работодателя. Ну, в формате учился на своих ошибках за счет бизнеса. И для многих стартапов это вполне нормальный способ, да, когда ты не можешь себе позволить сразу людей, ну, понятно, что на рынке тех и тогда в принципе не было людей, маркетинги тоже, да, там, наверное, их было не так много, и довольно сложно привлечь в не самую тогда еще известную компанию. Ты просто делаешь ставки в каких-то людей, ты в них веришь. Я сейчас, как руководитель, ну, очень истово придерживаюсь именно этого способа, что для, большинства должностей софты важнее хардов. И если есть, окей, какие-то пробелы в хардах, это вообще не проблема. Но если человек не готов развиваться, не готов там обладать каким-то для стартапа особенно важными характеристиками слабоумия и отваги, все равно ничего не получится. И, наверное, в этом смысле у меня было достаточно отваги, какое-то количество слабоумия, чтобы на эти шаги решаться и все, и дальше вместе идти с пониманием, что мы в одной лодке, мы либо все вместе, куда-то выплываем и делаем этих большим, классным, замечательным, либо просто вместе будем тонуть, и это тоже сценарий. Да, я на самом деле, когда задал этот вопрос, как-то забыл, что тогда весь от тех, это были не большие компании, а маленькие стартапы. Совершенно верно. Точно, точно. Малюсенькие, которые мечтали о каких-то больших там просто деньгах и выручках или количестве студентов, ну или для начала, чтобы люди, в принципе, узнали, что можно учиться в онлайне. Я продолжаю о том же мечтать, я искренне считаю, что и тех еще далеко не на той стадии развития, когда рынок, можно сказать, насытился, еще нет, и еще много времени пройдет. Очень хороший референс, мне кажется, E-com, который вроде как тоже уже очень взрослый, вроде как все покупают на зоне и маркете, а на самом деле оказалось, что нет. И оказалось, что предел его роста или там регионы, которых E-com еще не проник, их очень много, и очень много, что можно там делать. А и тех довольно, вообще образование суперконсервативная отрасль. В школах, да, сейчас учат примерно так же, как после реформы, которая была при Льве Толстом. Ну, то есть, реально не быстро все развивается, особенно школьное образование. Менять его сложно, медленно, много регуляций, много устаревших стереотипов того, что должен быть учитель, должна быть доска, и потихонечку, потихонечку все это меняется, поэтому отрасль, как следствие, она очень медленно разгоняется, да, вот понадобилось просто сколько, 11 лет для того, чтобы люди узнали, что в целом что-то там в онлайне можно нормально учить. Но пройдет еще лет 10-20, пока это станет массовой услугой, пока это еще далеко не так. Окей, окей, понял. Ну, об этом мы с тобой еще поговорим, но пока давай продолжим путь. Я Фоксфорд для себя называл все время детской энтологией. Ну да. Ты ушел с детской энтологией, куда ты пошел дальше? В Яндекс. Помогать, строить практикум. Так. А тогда, на каком этапе тогда был практикум? Он существовал или только-только планировался еще? Ну, существовала защита концепции и MVP, да, того, что Яндекс поверил в Мишу Яновича, в частности, и в эту MVP поверили на это, дали какой-то там бюджет и сказали, окей, давайте и делайте, сделайте образование great again. И я пришел туда строить маркетинг, как вот первый маркетинг, там была продуктовая команда, там было сколько-то, я не знаю, мне кажется, несколько человек в разработке, несколько дизайнеров, чтобы сделать нормальный продукт, даже на MVP-шном уровне, все равно эти все люди были необходимы. Ну, продуктовая команда, соответственно, отвечающая за контент, там продукт, несколько продуктов, все, больше никого не было. Наверное, было человек там 10, вот такое ядро, самое нужное, суперлогичное решение, да, что пока у тебя ничего нет, маркетинг тоже не нужен. Я-то, в общем, довольно рано появился, я появился там в августе, а релизнули мы продукт публично в феврале, то есть через N месяцев. И, как следствие, была возможность многое что думать, многое обсуждать, а какой должен быть продукт, а для кого, а чего мы вообще хотим, а какая у нас миссия. И вот все эти вещи мы довольно глубоко продумали на фундаментальном уровне. И до сих пор оно так и работает, вот то, что мы тогда придумали, оно для нас во многом незыблемо. И как тебе в практикуме? Супер, я делился, что это лучшее место работы, не потому, что это Яндекс, а это очень важно подчеркивать, что практикум, это как внутренний стартап, у него своя культура, у него своя атмосфера, а потому что там суперлюди, с которыми, ну, они прям меняют сознание, они, у нас очень чуткий, такой осторожный баланс между там бизнесовостью, продуктовостью, любовью к команде, любовью к студентам, и мы в этом балансе всегда живем. То есть то количество споров, которые у меня было про то, как надо делать лендинг, у меня не было нигде и никогда. И часть этой культуры, она как раз в том, что у нас нет экспертократии, не может маркетолог прийти и сказать, делаем так. У каждого есть право это почелленджить, и мы должны командой принять решение, а как должен выглядеть лендинг, где баланс между тем, что мы продаем, и тем, что мы на самом деле должны отсечь не целевую аудиторию, которые иначе в нас просто разочаруются, и потом будет очень расстроено того, что тех не работает. И мы очень много времени и сил на это тратим, но это, наверное, вот такое... Мне очень понравилось, когда меня спросили один вопрос, что есть такое в практикуме, что не видно со стороны, но очень сильно нас отличает от всех остальных. И вот, мне кажется, у нас есть вот эта всегда диктатура или культура аргументации, некая ортогональность мнений, которая в итоге могает нам приходить к более сильным решениям. Да, через боль, через обсуждение, через время, через какие-то там, не знаю, десятки встреч, которые мы можем провести ради решения, может быть, не самых важных вопросов. Но это суперважно, потому что тогда каждый человек в команде понимает, что он может повлиять на все. И это не декларация такая красивая, которая где-то там написана, это реальность, в которой мы живем. Слушай, интересно, какая-нибудь... Может, не отвечать если это некорректный вопрос, как у психолога, но какая-нибудь такая дискуссия заканчивалась ли при влечении HR-партнера? Нет, потому что у нас его нет, на самом деле. Вот в таком формате внутреннего HR-чика, который бы у нас разрулил, у нас нет, потому что мы сами как бы за все отвечали. И опять же, культура команды, вот, мне кажется, у нас есть классная иллюстрация к этому, когда я на собеседованиях рассказываю, отвечая на вопрос, как бы, что такое культура практикума, вот у Дудя есть видео про кружок, и все ребята из кружка работают с практиками, потому что мы их там хантили каким-то образом, а так случайно получилось, что это все люди такой же культуры, как есть практикум. Вот, и Дудь про практикум не будет снимать, и это нормально, потому что мы часть большой корпорации, но сама культура, сама идея, и вот кто все это строит, вот можно просто на часть этой команды посмотреть. На мой взгляд, это неплохо как раз отражает то, что происходит у нас внутри. И как следствие, ну, нам сложно подраться, это невозможно. Да, мы можем спорить, да, мы можем аргументировать, но это очень такое продуктивное упражнение, как дебаты, например, когда ты не пытаешься кого-то убедить в том, что ты прав, а твоя задача найти аргументы за ту или иную позицию, и благодаря сумме этих аргументов вы примете более правильное решение, чем когда вы смотрите только с одной точки зрения. Причем для меня это такой один из самых болезненных сломов был, потому что в большинстве компаний реально есть экспертократия, есть такое чувство, то, что вот начальник, он сказал, он прав, вот у нас этого вообще нет, и мы стараемся это поддерживать. А вот о чем, знаешь, хочу спросить, может быть, тебе не понравится это сравнение, но я работал в Яндексе, и, по-моему, в Яндексе так же. Это не является наследием Яндекса просто, по дефолту. По-моему, так везде в Яндексе можно прийти и сказать, слушайте, ну, что вы тут такое понаделали? Это классно, что у тебя такое впечатление, мне кажется, Яндекс такой большой, что у него есть достаточно разные куски, и в каких-то частях, там, не знаю, бизнес-юнитах или подразделениях как раз такая свобода, где-то ее может не быть, но в целом, наверное, Яндекс в этом смысле одна из лучших, конечно, компаний, где вообще такое возможно. Ну, да, да, все, я понял. Окей, хорошо. Так, мы поговорили про твой путь, давай попробую его описать так, как я его понял. Ты хотел работать с деньгами и думал, видел себя банкиром сфинансистом, пришел работать с банкиром-финансистом, тебе дали какие-то задачи, ты не очень понял, что это, но взялся, на ходу выучился, понял, что это маркетинг и он про умножение денег, и тебе по-прежнему нравится, и начал в этом развиваться сам, постоянно сам что-то новое узнавал, применял, узнавал, применял, узнавал, и вот и руководишь маркетингом в практикуме. Ровно так, ровно так. Окей, теперь давай поговорим про пути в целом, вообще какие доступные для людей. Обычно, в обычном выпуске, я в конце спрашиваю у гостя, что бы ты посоветовал другим людям, которые начинают вкатываться в IT, но это всего один вопрос, а с тобой мы об этом можем долго поговорить. Давай, как ты видишь в целом образование и образование, которое готовит к IT-профессиям в частности? Всем ли нужно войти? Давай такой дискуссионный вопрос с тобой для начала поднимем. Нет, конечно. Ну, вот как на заводы не нужно всем, так же и в IT. Нужно тем, кто хочет, кому это нравится, кому это... Потому что очень часто говорят про плюсы работы в IT, но что-то забывают про какие-то минусы. Они, может, не суперочевидные, но их тоже хватает. Ты все время работаешь за компьютером, из дома, ты дофига печатаешь, и это тоже реально сказывается на здоровье, просто не быстро, и про это не стоит забывать на самом деле. Эта работа далеко не всем может подходить, там, что писать код, что заниматься маркетингом, там, куча своей какой-то специфики, которые ты просто можешь не вывозить, потому что тебе это не нравится, потому что ты не готов прикладывать здесь усилия, потому что ты не готов, не знаю, меняться под это, потому что тебе не ок, что ты там вчера выучил новый фреймворк, а через год, блин, он устарел, и тебе его заново нужно учить, потому что тебе не ок, что тебе могут написать в 12 часов ночи, сказать, у нас упал сайт, ну-ка ты быстро проснись и все почини. Есть много работ, где такого просто гемора не существует. Ты сделал свою работу, пошел спокойно отдыхать, и это тоже прекрасная работа, если она тебе нравится. То есть, мне кажется, все должно быть без принуждения, поэтому любые такие абсолютные категории нужны ли всем? Нет, конечно. Нужно ли, чтобы все узнали о том, что вообще существуют цифровые профессии или IT, и попробовали, да, вообще подразбираться в этом? Да, конечно, потому что во многом это говорит про прогресс, да, то есть появились новые профессии, которых раньше не существовало, и люди могут просто даже не знать, что им это может понравиться, или то, что их профессия, на самом деле, очень плотно связана с той новой, которая сейчас чуть более востребована, просто потому, что благодаря ней там бизнесы эффективнее становятся. Ты упоминал, что отца один сидеть за компьютером, много печатать, и вообще подтверждаю, я пришел в Яндекс, весил 90 килограмм, ушел на 130, мало двигался, много сидел. Да, это в долгосроке, это безумно вредно, это нужно понимать и помнить об этом. Так, а что ты думаешь про, ну, смотри, возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что есть такое мнение, что человек думает, так, я хочу войти, потому что много денег. Что делают людям, которые хотят войти, потому что много денег, но им не нравится все это ваше программирование? Что ты об этом думаешь? Не пытаться насиловать себя, потому что ничего не получится. Я очень хочу выучить английский, но все никак не выучу. Я в какой-то момент отпустил себя по одной причине, я понял, что мне нафиг не надо, ну, вот надо будет, да, среда будет, на меня настолько давить, ну, выучу. И деньги это как бы следствие того, что сейчас, естественно, есть повышенный спрос на IT-специалистов, потому что благодаря IT отрасли меняются и становятся эффективнее. Как следствие, бизнесы готовы за это платить больше, и какое-то время это, естественно, еще будет продолжаться, пока все отрасли вокруг не цифровизируются, да, но пока, кажется, тоже есть еще какой-то запас по времени здесь. И, да, при этом, если человек офигенно мотивирует, там, не знаю, какая-то зарплата в 100 тысяч рублей, да, он сейчас 50 получает, будет 100, он будет стараться, он будет ради этого работать, будет работать ради 150, ну, окей, тогда почему бы нет? То есть даже если ему само программирование не нравится, но деньги перевешивают, окей, у него тоже все будет хорошо получаться, все зависит от мотивации. И в образовании точно так же, если у тебя много мотивации, неважно какой, финансовой, социальной, какой-то еще, какие-то там комплексы детские закрываешь, главное, чтобы была мотивация, тогда у тебя все получится, и выучиться получится, и работать ты будешь хорошо. А если мотивации нет в каком-то виде, или она заканчивается со временем, да, ты вот такой, окей, теперь получаю 100 тысяч рублей, это в какой-то момент перестанет тебя мотивировать, тогда у тебя начнутся проблемы, и поэтому ты должен думать не в краткосрочную мотивацию, а в долгую, да, через 5 лет тебя что будет мотивировать, а через 10 лет что тебя будет мотивировать. Понял. Такой вопрос следующий. А как понять, что айтишечка это мое? Ну, в смысле, ты же понимаешь, что я спрашиваю именно твое мнение. Я не ожидаю от тебя какого-то абсолютно правильного ответа. Да, да, да. Ну, мы много про это думаем в практике, просто потому что мы видим кучу кейсов, когда человек начинает там учиться, он тоже там, не знаю, увидел статью, там, айтишник много зарабатывает, такой, о, хочу, начал. Через месяц такой, блин, что-то как-то сложно. Через два месяца, ой, блин, опять сложно. А через три отваливается. Почему? Потому что понимает, что ну вот, ну не получается у него, да, ну не его, не готов он прикладывать какие-то сверхусилия и как следствие, вот что такое эффективная профориентация, над которой мы думаем, это профориентация руками. Есть прекрасные вот эти много где уже, да, на самом деле детские штуки. Китбурги. Да, 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 совершенно верно. И вот мне кажется, должен быть такой же взрослый, где ты можешь взрослой профессии попробовать и понять, что тебе нравится, а что нет. Мне кажется, вот у тебя суперклассный вопрос, а кем ты хотел стать в детстве? И вот я думал, да, про него такой финансистом. Идиотский же ответ, на самом деле. Чувак, работающий с деньгами, кто это? Инкассатор тоже как бы с деньгами работает. И, а это все по одной простой причине, потому что на самом деле я не представлял, в чем именно заключается работа, не знаю, там, бухгалтера или банкира. Банкира даже в профессии это такой не существует. Ты можешь быть каким-нибудь кредитным менеджером выдавать кредиты. Ну, очень сильно не знаю, мотивирует ли меня это или нет, или там, взыскивать кредиты или еще что-то. Просто потому, что никто никогда, ни разу в жизни мне не рассказал, о какие вообще есть профессии и что именно делают люди в этих профессиях. Здесь очень классный формат «Один день из жизни». А ты можешь посмотреть, как выглядит вот этот день. И вот очень круто тебя взять на день и поместить в какую-то профессию, чтобы ты мог попробовать и понять, а это вообще тебе нравится, это про тебя или не про тебя. Вот мы поэтому во многом, кстати, когда начинали практику, сделали обязательным прохождение какого-то там количества часов бесплатного курса, чтобы ты мог попробовать вообще твое и не твое. Потому что, например, в веб-разработке есть прям такой рубикон, который ты должен пройти. Он называется JS. Вот если ты попробовал попрограммировать и понял, что мозг не сломался, продолжай. Если мозг сломался, но тебе ок, и ты готов его выровнять, доломать, переломать, перестроить, тоже ок. Если сломался, и ты такой, ну, что-то там как-то мне не очень, ну и все, тогда и не надо. Ну, правда не твое, не надо париться, все. Много профессий, где этого не нужно и не стоит ни в коем случае вот этими золотыми приисками условного, да, счастливого IT себя мучить. Ну, а вот где еще, ну, в смысле, давай об этом поговорим, как по-твоему, где еще прикольно и хорошо платят, кроме консалтинга и IT? Я недавно посмотрел статью с зарплатами во всех традиционных отраслях, и там какие-то гигантские цифры. Любой там нефтегаз, агро, там очень много денег, просто мы о них не знаем на самом деле, и просто они, наверное, не такие демократичные, то есть они сосредоточены там в руках какого-то топ-менеджмента, и топ-менеджмент ими неохотно делятся, потому что это устоявшаяся отрасль, где научились очень эффективным процессам. А чем эффективнее у тебя процесс, тем меньше ты можешь платить людям, при этом у бизнеса будет результат, как мне кажется. Но говорят, в Москве и курьер может зарабатывать 200 тысяч рублей, поэтому даже не знаю, где тут золотые горы. Можно ли считать в верном утверждение, что делает то, что тебе по приколу, и деньги-то, в общем-то, скорее всего, будут получаться через N времени? Если ты это делаешь, Если ты это делаешь лучше других, если ты умеешь это, ну, отчасти продавай, да, объясняя, в чем именно твоя ценность. Вот опять же, маркетинг учит всегда думать глазами пользователей и головой пользователей. И там есть такое понятие, как ценностное предложение. То есть ты всегда должен свой продукт объяснять через это ценностное предложение. А зачем клиенту, да, тебя покупать? Вот очень важно, чтобы каждый человек при себя на рынке труда тоже думал, а в чем твое ценностное предложение? Если ты можешь предложить бизнесу что-то значимое, окей, ты всегда будешь много зарабатывать. Если ты воспринимаешь себя как объект, не как субъект, который на что-то влияет, а как объект, на который влияют, ты будешь думать, ну, вот мне мало платят. Окей, это тоже позиция, это тоже нормально, меньше головной боли, да, но при этом, как мне кажется, она немножко такая фаталистическая, то есть за тебя кто-то что-то решил. Твоя отрасль вдруг там умирает, ну, вот словно, телефонистов, да, все любят приводить, что, мол, отрасль телефонистов умерла, подумайте, вдруг ваша отрасль от цифровизации тоже умрет, бухгалтера, да, там те же, но хороший бухгалтер всегда найдет себе работу, он всегда будет нужен. Я шел учиться на финансиста, когда это было модно, а потом, когда я закончил, оказалось, что этих финансистов дофига, но у меня была очень простая мысль, финансистов дофига, а хороших мало, а работать некому, поэтому важно быть хорошим и работать в терминах того бизнеса, в который ты идешь, потому что бизнес в итоге это модель, которая позволяет наносить людям ценность и генерировать там новые деньги в экономике. То есть правильно я тебя понял, что ты говоришь о том, что индустрия может меняться, важно просто видеть эти изменения и быть примерно хотя бы, даже не обязательно впереди, но хотя бы в ногу с индустрией идти. Да, быть гибким, то есть вот мне кажется, не зря же в IT как раз появился вот этот фреймворк agile, когда ты не три года что-то делаешь, а потом оно оказывается ненужным, а ты в процессе понимаешь, что нужно пользователям и адаптируешься под этот запрос. И вот важные изменения в образовании, мне кажется, современном мире в принципе на фоне ускорения всех процессов, всей коммуникации это то, что ты должен быть гибким, потому что завтра действительно тебе возможно придется научиться чему-то новому, возможно твоя профессия как-то изменится. Важно быть к этому готовым на ментальном уровне в первую очередь и как следствие учиться. Просто образование это та штука, которая помогает адаптироваться к изменениям. А вот про образование давай вернемся. У меня есть ощущение, что сейчас в среде есть ощущение, вот так мета-ощущение двойное. Короче, мне кажется, что есть мнение, что сейчас образование разделилось на два условных лагеря. В одном сидят университеты с классическим образованием на много лет и оно не факт, что подготовит тебя к реальной жизни и в другом месте тусит то, что мы с тобой называем от тех, что-то короткое, буткемповое и что очень прикладное. Вот оно тебя научит прямо сейчас пойти работать. Как ты думаешь, эти два лагеря, во-первых, сойдутся ли они, во-вторых, станет ли это одним объектом? Если да, то через какое время? Классный вопрос. У меня есть такая метафора маршрутки. Вот долгое время, особенно не в Москве, сейчас миллион маршруток. Это та история, когда бизнес приходит туда, где государство неэффективно и помогает людям решать их очень базовую потребность добираться куда-то не пешком. И если там где-то нет автобусов, не приложили инфраструктуру трамвайных путей, то приходит маршрутка, предприниматель, который говорит, о, у вас есть потребность, я вам помогу ее решить, это будет стоить вот столько денег. Если человек голосует рублем за это, значит, все классно. Вот от тех сейчас это такая нормальная, хорошая маршрутка, которая помогает тебе доехать туда, куда государственная машина тебя не везет. Ну, не ходит сейчас нормально маршрут автобуса для условного 30-летнего из его профессии, там, какой угодно, да, там, не знаю, водителя трамвая в IT. Просто нет такого пути сейчас. Либо если он и есть, то про него просто никто не знает, и он требует каких-то сверхзатрат, там, поступления в универ или чего-то еще. И раньше человек шел пешком, да, брал учебник, читал, смотрел какие-то видео, и если он суперупорный и молодец, ему вообще нигде не нужна поддержка, помощь и ответы на вопросы, он попадал в IT. Вот я помню, когда мы создавали практику, я проводил, не знаю, десятки кастделов, и большинство людей это были вот эти суперупорные, ну, было две категории, да, были выпускники там МФТИ, которые такие, да, программирование с детства, классная математика, повезло в школе, все такое. И вторая категория очень упорная, очень мотивированные, замечательные люди, которые своим трудом взяли, выучили учебник и стали разработчиками. И вот наша теховская маршрутка, она работает вот для второй категории, чтобы они не пешком шли, а все-таки могли доехать. Теперь вопрос, появятся ли когда-то вот такие автобусы, да, комфортабельные, государственные, которые тебя по проездному, социальному, будут куда-то возить? Может быть, да, это не исключено. Другой вопрос в том, что уже есть эти маршрутки, и может быть, правильнее сделать так, чтобы маршрутки решали задачи, там, в том числе государства, по трансформации, там, людей, да, из тех отраслей, где они сейчас чуть меньше нужны, как следствие, они меньше получают, в те отрасли, где они чуть больше нужны, как следствие, они чуть больше получают. И такие проекты тоже уже появляются, на самом деле. Вот недавно, да, там был очередной раунд реализации проекта «Цифровые профессии», где государство оплачивает половину стоимости за ученика, и тех им, да, не само пытается что-то изобрести, а взяло тех, кто уже умеет это делать, и помогло людям узнать про то, что вообще можно идти учиться. На мой взгляд, классный пример такого партнерства, когда маршрутку не убрали и поставили туда автобус, ездящий раз там в 10 часов, я не знаю, один раз в сутки, а сказали, давайте мы вам поможем ваши маршрутки сделать безопасными, классными, работающими на нас. Да, согласен. Нас часто тоже спрашивали об этом, а мы еще получаем пока лицензию, не могли туда встать, в этот список. Да, окей, понял твое мнение, классная очень метафора с маршруткой, спасибо. А как ты думаешь, почему случилось такое расслоение, почему то, что ты называешь государственным автобусом комфортабельным, почему так мало игроков в государственном образовании пытаются к этому прийти? Из тех, кто пытается к этому прийти, я вижу двух ярко выделенных игроков, это вышка МФТИ. Вот там как будто бы учат входить в IT, ну, прям у вышки вообще свой факультет с Яндексом, а МФТИ свой курс с Яндексом. Да. Как ты думаешь, чем обусловлена эта ригидность, казалось бы, рынок спрашивает, почему нет ответа? Я предположу, да, естественно, я не знаю, какая там внутренняя кухня, но вот предположу, как менеджер, что кипяи у них другие, и нет у них кипяи закрывать количество, там, потребность, там, компаний, бизнеса и государства в IT-специалистах, которые сейчас помогают цифровизировать примерно все, что мы видим вокруг. Ну, в чем-то другое у них кипяи, да, там, не знаю, в количестве голов, которые они в принципе учат, или в том-то еще. В общем, у них нет мотивации это делать, вот и все. А когда нет мотивации, то, ну, тебе сложно что-то делать, да, вот как раз появляются примеры инициативных людей или организаций, вот как Вышка или МФТИ, которые мне все равно, и несмотря на то, что у них другой кипяи, они такие, окей, мы сделаем чуть больше, чем от нас ожидают. Вот у меня здесь такое восприятие этой картинки, и, опять же, я помню там, не знаю, Вышку сколько, 11 лет назад, когда это не был там топ-вузом, он был просто вуз, нормальный, высшая школа экономики, я же тоже рассматриваю их для поступления, но тогда они были, ну, Вышка и Вышка, ничего особенного, вуз как вуз. А за 10 лет проделали огромный путь, потому что они были инициативные, им было не все равно, почему-то им это надо было. Это очень классно, когда есть такие люди или организации, компании, бизнесы, университеты, которые мне все равно и которые делают чуть больше, чем от них ожидают. Да, понял, окей, действительно, спасибо, хорошо. И такой вопрос у меня еще, какой путь сейчас ты бы посоветовал проходить человеку, который хочет попасть в IT? Допустим, я что-то попробовал, чуть-чуть совсем, ну, какое-то программирование попробовал, у меня мозг не сломался, я такой, ну, довольно логично, все довольно понятно, что делать, если я хочу попасть в Яндекс, в ВК, куда-то еще, что делать? Да, ну, мне кажется, есть две сослагающие успеха, да, можно это так сказать. Первое, это действительно понимание вообще всего гигиенического минимума, да, то есть набора знаний, которое позволяет тебе решать реальные рабочие задачи. Ты можешь пойти учиться сам, без проблем, я помню, я ездил, работая в Яндексе, занимаясь рекламой, я ездил в метро и читал учебник по питону, там, 800 страниц, прям читаешь учебник, у тебя нет под рукой ничего, как это работает, а потом где-то сидишь там, что-то компилируешь отдельно уже. Это первый способ, он тоже более чем реальный, он трудозатратный, он будет от тебя требовать много мотивации, тебе некому будет задать вопрос, я помню, для меня тогда главная боль была, до сих пор остается, как выбрать среду, в которой писать, и что такое вообще компиляция, потому что ни один, блин, учебник это не объясняет, он не говорит, зайди туда, скачай вот это, установи, оно будет работать, и вот для меня это было всегда болью, а спросить мне как-то не у кого было, что что людей, там, разработчиков не дай бог от работы отвлекать. Вот. Второй способ, ну да, курсы же классный ответ, они сейчас достаточно популярны, да, не потому что это что-то модное или еще что-то, а потому что это реальный ответ на запрос, а как, собственно, чему-то научиться, да, как попасть в эту отрасль. Точно так же, как, мне кажется, когда-то были курсы по другим профессиям, да, более, опять же, да, вот мы себя там любим называть таким цифровой техником, потому что это очень прикладная профессия, когда ты пошел, как электрик, да, например, и починил проводку. Вот здесь то же самое, ты выучил что-то, пошел и починил код. Вот работает так же, на мой взгляд. Курсы хорошая точка входа для этого. Это первое сослагаемое успех. Второе, дофига практики. Ты должен идти и делать проекты. Ты можешь их делать сам, для себя. Я как маркетолог пытался открывать несколько бизнесов, они благополучно не запустились, но дали безумное количество опыта, потому что, когда ты делаешь что-то свое, ты все начинаешь великолепно считать, ты разбираешься вообще во всем, как делать сайты на WordPress, на Tilde, на ReadyMagic, на всем я делал сайты, потому что мне очень надо было для себя. Точно так же, если ты хочешь попасть куда-то, тебе нужно наработать много практики. У тебя будут учебные проекты, но этого может быть недостаточно. Ты должен сам пойти и сделать, не знаю, пять проектов, десять. Недаром у каждого, мне кажется, разработчика есть свой, как это называют, pet project, который он свободный от работы время делает, потому что ему это, а, интересно, б, оттачивает какие-то свои навыки, там, на других языках программирования пишет или другие технологии использует, что-то не по работе. Как хороший повар, мне кажется, он в ресторане устает, а вечером дома для себя какие-нибудь котлеты готовит. Вот примерно так же у разработчиков. И, соответственно, для любого начинающего разработчика, айтишника, очень важно искать возможность сделать свои проекты. Это стажировки, это просто что-то свое, это начинать в каких-то небольших компаниях за небольшие деньги этот путь. Опять же, вот мы там по-честному всегда коммуницируем, что джун, разработчик, ну, 50 тысяч будет получать. Это как бы норм, да, вот в среднем. Не стоит ожидать, что тебе сразу 300, оффер в Кремниевую долину, тебя там уже ждет кто там, Илон Маск и Джефф Безос с распростертыми объятиями. Не совсем так. И даже Яндекс вас после там курсов не будет ждать, потому что Яндекс спросит, окей, а что вы на практике умеете делать? И ваша задача показать не только учебные проекты, но и те, которые вы делали вот прям реальные трудовые задачи прям в продакшн. Это может быть что-то свое, это может быть какая-то небольшая студия, это может быть какой-то аутсорс, но вы должны пойти и поработать. И мы вот всячески как бы описываем, что хотите в Яндекс без проблем, но через другие компании. Либо у вас уже должен быть какой-то бэкграунд, когда, я не знаю, вы до этого программировали что-то в какой-нибудь российской академии наук, а потом пошли просто в IT, в бизнес, да, этого бэкграунда может быть будет достаточно, но по умолчанию, да, если мы берем человека вообще никогда не взаимодействуешься с IT, вначале придется пройти через какие-то небольшие компании, это абсолютно нормально. А вот про небольшие компании и про найм туда. Что делать человеку, у которого нет опыта релевантного вообще, и вот его резюме выглядит так, условно, электрик, курсы, конец. Что таким советуете вы? Ну, на хороших курсах, как мне кажется, во-первых, будет достаточно проектов для того, чтобы их можно было продемонстрировать на собеседовании в любую там небольшую студию или компанию, это вот первое, что у нас есть, это вот эти реальные проекты. Если их недостаточно учебных проектов, у нас есть там на некоторых направлениях такая штука, она называется пасека или студия, мы сейчас, пасека, больно уж название такое специфичное, студия мы ее сейчас переназываем, это как раз, когда мы приходим в бизнес и берем у них какие-то проекты благотворительные, социальные. Мы делали несколько сайтов для разных благотворительных организаций, где студенты как раз могли задействовать свои силы и потом это показать как вполне реальный проект с рабочим кодом, это вот то, что они, собственно, делали. И мы такие проекты им даем, чтобы они их делали. И этого уже, как правило, будет достаточно, в том числе для небольших студий и компаний. Да, окей, понял, спасибо. Так, и такой еще у меня вопрос был про собеседование. Как хорошо подготовиться к собеседованию, потому что в каком-то смысле никогда же не знаешь, что именно из всего многообразия языка у тебя спросит на собесе. Да, я тут не специалист, я знаю точно, что у нас есть прям специальные люди, которые объясняют вообще, что такое собеседование и как они их проходят. И такого супер универсального рецепта про то, как подготовиться, ну, на самом деле нет. И отчасти собеседование это там всегда лотерея. У меня в жизни было несколько реально неудачных собеседований, где меня спрашивали какие-то суперстранные штуки, на которые я суперстранно отвечал. Я завалил одно же собеседование в один из тех, практику называется. Понимаю о чем-то. Да, это нормально, это всегда очень точечная история. И это как, ну, лотерея, я, конечно, ее не буду называть, да, и, безусловно, там есть какие-то очень базовые подходы про то, что ты, в принципе, должен нормально коммуницировать, да, ты должен знать какие-то базовые вещи, которые обычно там спрашивают. Но требования могут быть абсолютно разными, и это важно понимать, что многие люди много раз могли не пройти какое-то собеседование, и все зависит, опять же, от мотивации и упорности. Вот мы любим говорить, что мы делаем продукт для упорных, да, людей, которых у них что-то раз не получилось, они такие, блин, ну, ладно, не заброшу это дело, второй раз попробую, второй раз попробую, третий раз попробую, да, потому что у них хватает мотивации, это пробовать с собеседованиями так же. Возможно, придется пройти там раз, два, три, десять. Пятнадцатая собеседование, ты поймешь, как бы, вообще все, о чем тебя будут спрашивать, потому что действительно количество требований и вопросов, оно может быть просто фантастическим. Я помню, как Фоксердил Леша Планкин меня спрашивал про теорию вероятностей. Почему? Одному ему известно, потому что он любит математику, видимо, и это единственный раз, когда у меня спросили, вот если выкинуть кубики так, то какая вероятность, что будет что-то там. Я такой, без понятия, но давай логически порассуждаем. И это вот, мне кажется, самый тоже важный подход, что даже если ты что-то не знаешь, это нормально, что-то не знать. Важно уметь демонстрировать, что ты понимаешь, как в принципе решать там те или иные проблемы. Если, конечно, это не касается вопроса какого-то гигиенического минимума, гигиенического набора знаний, которые ты должен знать на этой профессии. Ну, а про монетки спрашивают, потому что, как все мы знаем, во всех компаниях есть департамент подбрасывания монетки. Да, аналитика, да, называется. И последний вопрос, пожалуй, такой. Среди наших студентов, по крайней мере, тех, с кем общался я, я часто встречал такое, что я пока не буду ходить по собеседованиям, я еще чуть-чуть поучусь. И это может затягиваться, как выбраться из этого, из этой ловушки. Это будет даже два вопроса. Первый. Согласен ты с тем, что невозможно выучить все, чтобы прийти на собеседование полностью подготовленным? Да, 100%. Все знать невозможно. И, в принципе, в современном мире не нужно знать все, нужно уметь решать задачи. Для этого не обязательно сходу знать, как они решаются. Мне кажется, что вот как раз сфера разработки со условным там стек оверфлоу, на котором условно есть ответы на все вопросы, это как раз тот пример, когда, ну, не должен создать прямо все. Ты должен понимать фундаментальные принципы, как решать те или иные сложные и важные для бизнеса задачи, а по ходу разберешься. Я помню, для меня, кстати, в универе был один препод, который сказал, смотрите, все учить не обязательно, главное знать, где это найти. Поэтому я буду задавать вам суперсложные вопросы. Для ответа на них можете пользоваться чем угодно. И это оказался самый сложный экзамен в принципе в моей жизни, потому что на всех остальных тебе достаточно было зазубрить и не тупить. Все. А здесь нужно было думать. И вот там задача нашего обучения, в том числе, научить человека думать, потому что тогда он сможет справиться с чем угодно. И да, все выучить невозможно, быть готовым на 100% невозможно. И, конечно, это такая, когда ты от чего-то отказываешься и не делаешь, это для меня, это вот кот Шрёдингера, он не жив, не мертв. Пока ты не попробовал сходить на собеседование, ты его не провалил. Как следствие, ты еще в своей голове все хорошо. Ну, опять же, с этим борется только внутренняя мотивация и, конечно, ответ на вопрос, что если ты туда еще не пошел, иначе тебе не сильно надо. И вряд ли тебя может кто-то извне заставить. Вот точно так же, как нельзя заставить тебя пойти там учиться, да, куда-то, пока тебе это самому не надо. И вот, опять же, общаясь там с нашими студентами, я понимаю, что у них триггеры, почему они пошли учиться, это что-то абсолютно вне зоны там нашего управления и внимания. У кого-то там жена сказала, чувак, хватит быть неудачником, да, такая, очень токсик, типа, иди учись. А у кого-то наоборот, она его поддержала и сказала, ничего страшного, увольняйся, я вижу, что тебе здесь не ок, да, и ты будешь более счастлив, вот потому, всегда хотел там, всегда мечтал что-то сделать с компьютером или пойти в IT. И это то, чем мы не можем управлять, мы не можем управлять женами, семьями, или там, не знаю, начальник наорал, и ты пошел там учиться, такой, ну, наконец-то, как же он меня задолбал. Но мы можем находиться рядом и говорить, что, смотри, это возможно, это можно, да, если у тебя будет мотивация, и ты достаточно упорный, вот мы даем тебе продукт, который поможет тебе совершить эту трансформацию. Ну, и точно так же, когда человек отказывается вот на финальный шаг, да, вроде все уже знает, вроде как готов, но не идет, ну, значит, ему не сильно надо. А если страшно? Значит, все окей. Всегда страшно, да. Ну, как бы, опять же, значит, не надо. Значит, нет среды, которая создает это давление. Просто, ну, значит, все хорошо, значит, кто-то за тебя, тебе и так ок, да, у тебя нет вот этой боли. Может быть, не наступил еще этот триггер. Да, может быть, в какой-то момент все-таки начальник скажет, что, да, твоя работа бесполезна, и ты такой, блин, ну, и пойду-ка я на собеседование куда. Рано или поздно, может, у кого-то не наступит, но, опять же, значит, не сильно надо. Понял. Это как твой английский, но и мой тоже, в общем-то. Да, да, совершенно верно. Значит, правда, не сильно надо, хотя вроде как все говорят, что надо, но нет, ну, не обязательно. Что ж, Жень, классно поболтали. Если хочешь просто в свободной форме какое-то напутствие сказать тем, кто хочет войти, войти, а это именно основная аудитория нашего подкаста, те, кто хотят войти, пожалуйста. Мне кажется, ключевое напутствие, оно в том, что все возможно, да, если это захотеть. И неважно, сколько тебе лет, вот там, для меня главное вообще откровение и открытие, и главная там цель, с которой мы строим практику, что сможет в итоге каждый, кто прикладывает усилия. Неважно, сколько тебе лет, неважно, какого ты пола, неважно, чем ты сейчас занимаешься. Если ты готов прикладывать усилия, у тебя все получится. И точно так же, если ты не готов прикладывать усилия, можешь даже не пробовать, потому что тебе не надо, на самом деле. Не надо тратить на это деньги, и не надо тратить на это время, на обучение, да, просто, ну, не надо. Хочешь программируй для себя, хочешь учись там за 10 долларов в месяц, просто кайфуй от этого. Но если ты решил всерьез, тогда получится, если приложишь усилия. И вот здесь самая главная мысль, главный барьер, да, с которым мы часто сталкиваемся, люди, правда, не верят и не видят тех людей, которых получилось. Вот я могу сказать, что я знаю несколько тысяч, да, выпускников практикум, которым реально удалось поменять работу, часть из них работают с нами, ну, просто потому что они в какой-то момент поняли для себя, что иначе нельзя. Вот я никому не пожелаю понять, что иначе нельзя, потому что это слишком жестоко по отношению к ним, но желаю понять, что есть возможности, да, и сегодняшний мир не ограничен тем выбором, который вы когда-то сделали, как я, решивший стать финансистом, и, слава богу, что не стал. Да, я понял тебя, спасибо, Жень, действительно, я согласен с тобой, что ищущие добрящие, ну, те, кто хотят, у них действительно получится, и это то, с чем мы тоже согласны и так же работаем. Спасибо, классно поболтали. Спасибо огромное, супер вопрос, очень понравилось. Спасибо, всем до встречи через неделю. Всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok